что-то мне вспомнилось молодость моя и хочется рассказать редко затрагиваемая такая тема как переход болезни с одного места на другое то есть вот у меня раньше была там ангина естественно я там лечился так сяк и никак не получается потому что образ жизни не меняется и было решено удалить ланды удалил ланды и наверно месяца три-четыре может быть даже полгода я был такой довольны это ты че ёмарис никаких ангин ничего нету а потом настала осень по моему и у меня сопли как начали сопли выделяться через нос но буквально так это текуте и текуте и в результате возникает гайморит то есть чему я веду свою речь веду о том что если не меняется образ жизни вот болезнь вернее организм выбирает одно из мест в основном это лимфатическая ткань удаление каких-то продуктов которые не нужны организму эти продукты образуются не за счет чего-нибудь там а за вот порочного образа жизни я в то время очень много молочного употреблял я не знал тогда связи между молочным и там простудами ангинами и и значит организм пытался через гланды как-то все это дело сбросить ну ланды болят ангины что такое непонятно значит удаляем удаляем гайморит гайморит это тоже более серьезная вещь и тут уже совершенно иное должно быть лечение и осложнение после него тоже бывают такие более более такие злокачественные и вот что хочется сказать в связи с этим если не меняется вот человек хочет вылечиться дайте мне рецепт этим рецепт он хочет вылечиться естественно все понятно все ясно что он хочет быть здоровым и для этого он думает что вот рецепт или то или иное средство как вот рекомендуют а в нос там закапали или там аллергия или еще что-то там такое это поможет а потом оказывается надо постоянно капать в этот нос принимать что-то от аллергии и получается так что вот смотрите что современная медицина она не понимает или не хотят понять это то что можно такую простую легко удаляемую значит болезнь превратить в более какую-то трудную все мы знаем что вот как говорят вот была ангина мы ее тут полечили она дала осложнение на сердце потом ревматизм возникает или на почки потом возникают проблемы с почками значит и горло не вылечили и не вылечили и дальше еще загубили сердце и и почки и начинаем лечить сердце и почки и дело идет к тому что что же делать тогда будем пересаживать и сердце и почки и такие примеры есть значит вот теперь рельефно выявляем нашу в нашей беседе эту проблему что надо делать значит не следует а следует первое понимать что болезни порождает порочный образ жизни и организм как-то спасаясь от порочного образа жизни пытается это компенсировать в начале самым таким для него легким и безопасным способом ну типа там простуды простуды ангины если человек пытается вот вылечить простуду ангину так вот быстренько легко и просто как советуется тем самым он закрывает в организме ворота для более для более легкого выведения там инфекции выведение шлака и переводит его в другие места которые не свойственны для этого то есть вот для выводит выделение там шлака в молочных там свойственно вот типа ангиной от молочного раз 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 вот раз значит это убирается уже включается какая-то другая площадь какая там ближайшая площадь а гайморовые пазухи включается а это уже совсем по иному вроде бы выделение идет но там возникает гной возникают головные боли и более серьезные вещи либо же либо же вот если имеется еще инфекция она начинает куда-то там другое место смещаться вот несколько 5 я отвлекся от главной мысли чтобы лучше все это разъяснить значит перевод болезненного состояния в более труднодоступное и в более уже тяжелое это следствие того что начинается вот так вот неправильное лечение и непонимание что болезни могут мигрировать по организму от более легкой формы более тяжелой формы более трудно лечимой формы вот об этом я хотел вам сказать на основе своего собственного опыта что такое бывает или просто бывает это как за накономерность не хотите все это дело регулировать ну значит получаете осложнение вот такое слово осложнение и в результате этих осложнений человек становится хроником он уже тут постоянно ходит по врачам по аптекам что-то там ищет что-то там это пытается вот и вот такого слова порочно пытается чтобы его вылечили его вылечили а сам ты что на что ты ты что что-то ты сам ты что у тебя голова не работает проследи откуда растут ноги этой болезни что ты делаешь что-то болезнь постоянно в твоем теле поддерживается и что надо сделать для того чтобы этого не было то есть есть простые вещи например простуды а отказ от молочного или сокращение молочной пищи все простуды гораздо реже либо совсем уходят без всякого лечения вот об этом я хотел с вами поговорить не перемещайте особенно сейчас когда вот мы с лета вступаем в осень сейчас начнется такой дождливый сырой прохладный сезон далее уже зима и как раз начнут появляться разного рода простудные заболевания которые которые не понимая вот этого то что вам сказал начнут переводить в более такие серьезные болезни и потом уже на следующий год лечиться от это то есть вот перед этим сезоном как раз это беседа наша на нужную почву упадет посмотрите порассуждаете и измените свой образ жизни свое мышление питание распорядок дня двигательную активность для того чтобы чтобы организм вам не сигналил каким-либо видом заболевания а то что одна болезнь опять-таки в простуда переходят заболевания суставов то с чем можно было мириться допустим с соплями и человек думал да это так несерьезно далее переходят головные боли проблемы с сосудами суставами вот примерно вот так как-то я высказался потому что когда беседа такая вот неподготовленная мысли пришла и хочется изложить она так примерно и получается но я думаю суть я до вас донес и это самое главное по крайней мере до меня она дошла после того как были удалены ланды то есть эта цепочка на мне проявилась в во всей красе ланды гайморит головные боли проблемы с суставами боли в сердце кажется все это было екатерина не узнало думала вы не вы там все таки поняла чтобы волнулись эти катюша ничего не на добрую память и крепкое здоровье спасибо и пожалуйста пожалуйста давать потихонечку регулярно ходить и все будет нормально без пропусков вот я хожу практически каждый день по часу не бегаю я просто хожу вот это водяне идет сначала в дисциплину кое-что тут изменит а потом можно наращивать но катюша счастливо давайте до свидания я еще тут буду ходить 10 минут были слышны вопли от катюшки и вот теперь мысля новая пришла в чем прелесть прелесть той системы здорового образа жизни которую я описал в основах здоровья сжата она заключается в том чтобы человек сначала понимал что такое образ жизни образ жизни складывается из нашего мышления из нашего движения из нашего распорядка дня из нашего питания и вот оперируя вот этими четырьмя понятиями можно добиться идеальной работы своего организма то есть без иных корректоров типа каких-либо травок это что касается народной медицины либо каких-то лекарств там уже синтетических гормонов и прочего это уже что касается официальной медицины вот в чем она заключается мы должны самостоятельно найти что у нас дает сбой в организме и это все заключено нигде нибудь там в небесах а в нашем с вами образе жизни и когда мы его меняем организм начинает работать совершенно по-другому организм система пропускающая через себя разные потоки информации энергии и вещества и вот эти все эти потоки на нас влияют либо если они идут так как надо мы здоровы сильны и молоды если же эти потоки неправильны то естественно возникают какие-то сбои которые уже дальше проявляются в тех или иных отклонениях тире заболеваниях и вот понимая эту основополагающую цепочку а я ее понял ничего тут сложного нету я думаю и вы все это дело поймете видите как хороший знак пустили шары вы все это сделаете сами конечно это требует усидчивости размышления некоторых проб но за этим будущее то есть будущее он говорит медицины именно за этим не то что там где-то грязями человек лечится какие-то там источники посещает нет это он все должен делать дома в обычных условиях где он проводит большую часть своего времени ну вот так вот в добрый путь каркуша вы зашли на мой канал малахов про канал имеет несколько направлений которые отражены в соответствующих плейлистах целебная кулинария рассказывает о том как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма природная косметика как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы лунный цикл и народные приметы каждый день несет свою особую энергетику и особенности которые надо правильно использовать чтобы преуспеть в жизни библиотека здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать как работают те или иные средства оздоровления а также разработать свою собственную систему оздоровления и что важно задать интересующий вас вопрос и кроме указанного посмотреть другие плейлисты в которых я рассказываю о своем опыте до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч